В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском городском округе появилась профессиональная футбольная команда. У нас еще месяц где-то до старта чемпионата. К этому моменту точно наберем профессиональную команду. 3 июля свой профессиональный праздник отмечают работники госавтоинспекции. Это лейтенант Горбатенко. Ваши документы, пожалуйста. Правила безопасного отдыха у воды. Лучше потратить какое-то время, проехать и искупаться там, где это можно сделать. В Ленинском городском округе появилась профессиональная футбольная команда. Ее создали несколько увлеченных этим видом спорта предпринимателей. Планируется, что уже в нынешнем сезоне спортсмены выступят в первенстве России среди команд профессиональной футбольной лиги. На одной из первых тренировок вместе с почетными гостями побывала и наша съемочная группа. Депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов, находящийся в Ленинском городском округе с рабочей поездкой, вместе с главой округа Алексеем Спаским посетил стадион «Металлург». Здесь теперь расположена тренировочная база новой профессиональной футбольной команды «Металлург Видное». Сопровождал гостей и рассказывал о планах на будущее президент клуба Алексей Филатов. В планах выстроить вертикальную академию, которая подразумевает собой рост футболистов, с детских садов, со школ и подтягивать потихонечку профессиональную команду. Создать на базе клуба полноценную футбольную академию пока еще далекие планы. Ближайшая цель – выступить в первенстве России среди команд профессиональной футбольной лиги. Со словами поддержки к спортсменам обратился в прошлом профессиональный хоккеист Вячеслав Фетисов. «Радостные события. Видно, что бизнес решил привезти сюда команду, которую мы все надеемся будет радовать едновчан своей игрой. Но самое главное будет таким магнитом и примером для мальчишек и девчонок, которые придут в футбольную секцию и будут заниматься этим замечательным видом спорта». В настоящее время в команде тренируется 20 профессиональных игроков, приехавших со всей России. Средний возраст – 22-23 года. Мало кто знает, но глава городского округа Алексей Спасский сам увлечен футболом. Играет, правда, в любительских лигах. Тем не менее, с профессиональными спортсменами он говорит на одном языке. «А до этого времени играл?» «Да, я в студенческие сборные ездил. ЦСКА у меня школа полностью с первого набора до конца. Еле все играл. «Астаргинок, который янтарь?» «Да». Футбольный клуб был создан 11 марта 2020 года после большой предварительной работы. Сразу приступить к тренировкам помешала пандемия коронавируса. Сейчас, несмотря на то, что костяк команды фактически сформирован, продолжается работа по набору спортсменов. «Три месяца все сидели дома. Те ребята, на кого могли рассчитывать еще весной, сейчас, к сожалению, не все в тех кондициях, которые позволяют играть профессиональный футбол. Поэтому смотрим. У нас еще месяц где-то до старта чемпионата. К этому моменту точно наберем профессиональную команду». Руководители клуба трезво оценивают свои возможности. Задача на нынешний сезон – закрепиться в середине турнирной таблицы второго дивизиона. Но чтобы добиться этого результата, необходимы полноценные тренировки. И здесь на помощь спортсменам пришла администрация городского округа. «Мы сразу поддержали эту идею, когда инвесторы пришли с этим вопросом. Им предоставили нам безвозмездной основе поля, площади для тренировки, для игры, для спортивной какой-то восстановительной базы. Настрой очень хороший. Мы очень надеемся, что по итогам этого сезона, ну пусть еще какие-то чемпионских мест не дождемся, но тем не менее задача стоит закрепиться где-то в середине турнирной таблицы и уже набраться опыта для того, чтобы в следующих сезонах рвануть». Мотобольная команда «Металлург» не устает радовать своих поклонников победами. Будем надеяться, что у любителей спорта в Ленинском городском округе появился еще один повод для гордости. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Сегодня у нас в гостях председатель территориальной избирательной комиссии города Видное Вера Маркина. И мы поговорим об итогах всероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Вера Сергеевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как прошло голосование в Ленинском городском округе? Ну, вы знаете, я хочу сказать, что голосование прошло на очень высоком уровне. Это отметила и вышестоящая комиссия, и вот Элла Панфилова буквально только сейчас нам прислали от нее слова благодарности за то, что все комиссии отработали в новых условиях, в сжатые сроки, в таком хорошем темпе, соблюдая все вот эти требования безопасности. На момент голосования у нас к 1 июля, уже когда мы завершали голосование, было зарегистрировано почти 125 тысяч избирателей. И 80% избирателей пришло на избирательные участки. Очень высокая была активность также и самого 1 числа, 1 июля. К сожалению, как-то, видимо, не все граждане поняли, что они могут голосовать досрочно. И очень много граждан пришло именно выразить свое мнение по поводу Конституции 1 числа. Никаких нарушений у нас за всю избирательную кампанию выявлено не было, жалоб не было. Были только обращения граждан, которые быстро комиссии либо сами справлялись, отвечали, либо мы, как территориальная комиссия, им помогали. И вот по итогам такого голосования 75% граждан Ленинского городского округа выразились за одобрение поправок в Конституцию. Что непременно, конечно, нас радует, что все настолько глубоко погрузились в эту тему. И все-таки людям не безразлично будущее их и нашей страны в целом. Спасибо большое, Вера Сергеевна. Я напоминаю, что у нас в студии была Вера Маркина, председатель территориальной избирательной комиссии города Видное. Обеспечивать безопасность водителей и пешеходов на дорогах – прямая задача отважных сотрудников госавтоинспекции, которые 3 июля отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня мы расскажем вам о работе ГИБДД Ленинского городского округа, вспомним всевозможные рейды, выезды, инспекции, куда они брали наши съемочные группы. Кто-то из вас будет водителем, кто-то из вас будет пешеходом. И мы с вами разберем ситуации, которые гораздо часто у нас встречаются на дорогах. Госавтоинспекция Ленинского городского округа – это целый организм, где каждый сотрудник работает на один результат – обеспечение безопасности дорожного движения. Круглый год отдел пропаганды проводит с подрастающим поколением разъяснительные беседы и интерактивные игры, рассказывающие о правилах поведения на проезжей части. Делаем акцент на светофорах, какие светофоры регулируют движение автомобилей, какие регулируют движение пешеходов, где именно нужно переходить проезжую часть, какие дорожные знаки при этом используются. Рассказывают ребятам, как правильно передвигаться на велосипедах или самокатах. Работа ведется и с пешеходами. Регулярные инспекторы ГИБДД выходят на улицы муниципалитета, чтобы проводить тематические акции для пеших участников дорожного движения. В первую очередь, смотрите, написано, да? Не спеши, сохраняй скоростной режим. А тем более рядом с пешеходными переходами, там, где у нас могут переходить дорогу, не только детишки, да? Молодцы, прямо честно, здоровья вам все. Раздают фликеры, светоотражающие элементы, которые рекомендовано крепить на одежду, чтобы в темное время суток пешехода было лучше видно. Разместите его на курточке, и в темное время суток ваш ребенок будет безопасным, будет виден на дороге. Такая работа с населением требует немало усилий. Сотрудники госавтоинспекции, не жалея себя, трудятся в любую погоду. Будь то лютый зимний мороз или знойный летний день, они выходят на службу и стараются обеспечивать безопасность участников дорожного движения. Рейды – еще одно направление работы ГИБДД. Съемочные группы «Видное ТВ» сотни раз были свидетелями работы инспекторов во время проведения выездных мероприятий. Ловили пьяных водителей, несознательных автолюбителей, которые паркуются на местах для инвалидов, водителей с детьми в машине без детского кресла. Мы еще раз обращаемся к нашим родителям, к нашим водителям. Перевозите детей в специальных детских удерживающих устройствах, используйте детские кресла, системы «Изофикс». И не забывайте, что самое главное у нас в машине – это маленький пассажир. Свой профессиональный праздник эти отважные люди отмечают 3 июля. В этот день начальник УМВД России по Ленинскому району подполковник полиции Алексей Бадин наградил самых выдающихся сотрудников почетными грамотами и поблагодарил за самоотверженный труд. Мы, в свою очередь, тоже хотим поздравить всех работников ГИБДД и пожелать спокойствия на дорогах. Юлия Погосян, Елена Кошелева. Жаркая летняя погода, ослабление ограничительных мер, связанных с коронавирусом – прекрасная возможность отправиться на природу поближе к водоемам. Официальное разрешенное место для купания должно соответствовать целому ряду требований. О правилах безопасного отдыха у воды расскажем в нашем сюжете. Вода в водоемах прогрелась, и самые отчаянные жители Ленинского городского округа на свой страх и риск открыли купальный сезон. В настоящее время, как отмечает начальник Ленинского пожарно-спасательного гарнизона Александр Коврижных, в муниципалитете нет официально разрешенных мест для купания. Есть только четыре зоны отдыха у воды. Молоковское сельское поселение, Булатниковское сельское поселение, деревня Богданиха, деревня Дальние прудищи. Там есть места отдыха, где созданы именно условия для отдыха у воды. Спасатели МЧС информируют, что вода во всех водоемах Ленинского городского округа не отвечает требованиям санитарно-гигиенических норм. Лучше потратить какое-то время, проехать и искупаться там, где это можно сделать, где обследован сам водоем, где обследовано дно. Но несмотря на запрещающие знаки и таблички, на пляже в селе Булатниково местные жители принимают водные процедуры. Я сюда хожу уже 10-15 лет, каждое лето, и никаких проблем с кожей. И вот мой крестник тоже ходит, и у нас проблем нет, вода чистая. Желательно, чтобы очищали дно, то есть берега. А какое оно? Ну, знаете, илистое такое, и там, естественно, грязь, для детей это очень опасно, бутылки, там вот это все стекла попадаются. Поплавать на Булатниковский пруд Марина Шпагина приезжает из Москвы. Она рассказывает, что здесь ее почти все устраивает. Вода отличная, теплая, плавать можно, но прекрасный песок, заход такой ровный, плавный. Единственный недостаток в этом пляже, самый основной, это очень грязно, очень много мусора, и берега очень грязные. В Московской области действуют определенные стандарты оборудования пляжей. На каждом из них должны быть обеспечены дежурство спасателей и медперсонала, проведение постоянных работ по расчистке береговой линии и дна водоема от опасных предметов, температура воды для безопасного купания должна быть не ниже 18-19 градусов, а температура воздуха от 20 до 25. И важно помнить, что купаться можно только там, где это разрешено. Возвращаясь к первой теме нашего выпуска, хочется отметить, что футбол всегда был одной из любимых игр видновчан. В нашей рубрике «Время назад» мы покажем сюжет 2006 года. Возможно, кто-то из видновских футболистов узнает в нем себя. С 7 по 15 июля команда города Видное по мини-футболу «Спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва «Олимп Видное» была приглашена Итальянской федерацией футбола на турнир чемпионов как обладатель Кубка России 2005 года. В турнире приняли участие сильнейшие команды из 9 европейских стран. Наша команда защищала честь России на международном турнире. Турнир молодежный, мальчики играли мини-футбол 92-93 года, то есть 13-14 лет. Несмотря на тропическую жару, наша юношеская команда показала неплохой результат. Конечно, не весь состав поехал из-за финансовых причин, но, я думаю, выступили достойно, заняли третье место. Участвовало много известных команд – Уденеза, Италия, Барселона, Испания, Локомотив, Плодио, Стиал, Румыния. Ну, мы прошли сида соревнований, очень удачно. Победили Барселону за выход в финал. И в итоге все-таки там в финале уступили, но заняли все-таки почетно третье место. По словам старшего тренера с дюшера «Олимпийдной» Дмитрия Абраменко, с каждым годом команда становится более успешной. Если еще в 2005-м на соревнованиях в Эквадоре ребята заняли пятое место, то в этом результат налицо. За неделю пребывания в Италии ребята получили не только очередной опыт в соревнованиях и играх, но и побывали во многих городах, узнали массу нового и интересного. Вообще получился очень хороший турнир. Гостеприимные итальянцы вообще помогали своей аурой нам играть, но было очень жарко. Мы могли занять и второе место, обыграть румынов, но мы не привыкли играть на траве. Мы играем в мини-футбол, а на траве нам уже непривычно. Глава муниципального образования поселка Малаховка Александр Николаевич Автаев вот уже второй год подряд поддерживает дружеские связи с городом Удзина-Италия. Вместе со своей командой из подмосковной Малаховки ездил на соревнования в этом году, где и пригласил итальянскую команду в гости с ответным визитом, а также команду «Олимп Видное». Итальянцы приняли приглашение и уже 23 июля прибыли в Москву. В этот день в спортивном комплексе Российского университета «Дружба народов» среди этих трех команд прошли товарищеские матчи. Это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания.